приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы если вам еще не надоели рецепты по госту 1938 года и по книжке а конникова если кстати кому интересно из новых зрителей и подписчиков получить книжку пишите свой email в комментарии я вышлю ссылку на скачивание этой книги книга просто замечательная сегодня воспроизводим сосиски сырые по госту 38 года где никогда не мог подумать но на самом деле в нашем понимании это сосиски для барбекю сосиски для гриля сосиски для мангала ну или просто сосиски для пикника то есть свои сосисочки мы сделаем и сосиски и сардельки у нас вообще сегодня будет много эксперимента видео очень интересная на мой взгляд я думаю будет интересно потому что мы сделаем два вида продукции а приготовим ее тремя видами приготовим на сковородке типа садж приготовим на мангале и приготовим в коптильне горячего копчения поэтому оставайтесь с нами будет интересно так вот оказывается нарком пищепром советского союза в тридцать восьмом году предполагал что советский гражданин может выехать на природу ему понадобится сырые сосиски для того чтобы сажать зажарить их на костре или на мангале или не знаю на чем чем там предполагал этот нарком пищепром но совершенно случайно в книге началось все с того что один из подписчиков попросил нас приготовить сосиски для гриля у нас есть несколько рецептов один мы уже воспроизводили и тут случайно вот в книге колбасы и мясокопченности тридцать восьмого года на тебя наталкиваемся на сырые сосиски в общем друзья для приготовления своих сосисок нам понадобится свиное жирное мясо это нижняя часть грудинки или как мы говорим подчеревка еще в украине говорят похвынка в общем такая такая жирная свинья главное чтобы она была свежая на 9 частей мяса по рецепту тридцать восьмого года нам понадобится одна часть муки то есть на 900 грамм мяса 100 грамм муки вот никогда так не делал с мукой поэтому меня тоже разбирает интерес что же получится для засолки используем обычную поваренную соль из расчета 17 грамм на килограмм сырья также нам понадобится сахар мизерная доля белый перец и мускатный орех весь текстовый рецепт со всеми ингредиентами вы найдете в описании этого видео в первую очередь подготовим мясо для этого перри измельчим его на мясорубке самым крупным диаметром отверстия в нашем случае будем использовать мясорубку с диаметром отверстия 20 миллиметров если нету 20 миллиметров знаете на бытовых мясорубках есть такие решетки там где продолговатые отверстия такие вот три полукруглых отверстия скажем так вот она идеально подойдет на мой взгляд измельчим все мяско на мясорубке хочу заметить что мясо перед измельчением должно быть обязательно охлаждено и не используйте для колбасных изделий вообще для колбас свежее парное мясо лучше использовать мясо которое пролежало два-три дня в холодильнике было полностью охлаждено в нем происходят биохимические процессы в 100 миллилитров воды разводим нужное количество муки но 100 миллилитров это естественно на килограмм первую очередь вынесем весь фарш смотрите я вымешиваю с помощью тестомеса или планетарного миксера также можно это сделать с помощью ручного миксера или просто руками вмешивать надо достаточно долго я буду вмешивать фарш три-четыре минуты после того как фарш хорошенько замесился что называется для белых волокон действительно на нем начали проступать белые волокна вводим сюда соль специи сахарочек вообще мизерная толика и растворенную муку и все это вымешиваем еще в течение минут пяти полностью вымешанный фарш имеет вот такой вот вид теперь переместим его шпиц шприц для набивки колбас и подготовим оболочку будем использовать два вида оболочки свиную череву диаметром 30 миллиметров и чаеву диаметром 20 миллиметров для того чтобы сделать два вида ну плюс минус естественно т.е. в любом случае и черева она же растягивается для того чтобы сделать два вида сосиски и сарвеле в первую очередь набьем в оболочку бараньи череву и пока набиваем расскажу как хранить эти колбаски в первую очередь после набивки их надо охладить в холодильнике в течение хотя бы пяти шести часов для того чтобы колбаски напитались специями далее в течение двух суток их можно хранить просто в охлаждённом виде или в течение 60 дней в замороженном виде, размораживая порцию за порцией, когда вам это необходимо. Произошёл небольшой казус. Вот почему я не люблю работать с натуральной оболочкой, потому что такие казусы, особенно с тонкими оболочками, происходят достаточно часто. Приходится очень медленно производить набивку, а при очень медленной набивке образуется очень много пустот. Получились у нас вот такие красотуленькие. Не делали много, потому что делаем исключительно для дегустации. Если где-то появились воздушные пузырики, накалываем их иголочкой, они сразу же сдуваются. Дальше колбаску собираем в красивое колечко и прокалываем шпажкой, чтобы она держалась. Вот всю насквозь, насаживаем её на шпажку. Так же поступаем со всеми колбасками и отправляем их в холодильник, чтобы они настоялись, напитались, набрались вкуса, запаха. И займёмся сардельками. Далее в свиную череву набьём остаток фарша. Набиваем не очень плотно, потому что череву нам надо будет потом перекручивать, формировать нужного размера сардельки. То есть сильно с набивкой не усердствуйте. Из получившейся длинной колбасы формируем нужного размера колбаски. Для этого мы её и не набивали очень плотно, потому что сейчас надо как бы раздвигать фарш. Перекручиваем колбаску. Делаем пропуск на размер нужной колбаски. И вот так вот зажимаем и перекручиваем следующую. Ещё раз внимательно проводим ревизию на наличие воздушных пузырей. И там, где они есть, прокалываем. После этого колбаски отправляем в холодильник, настояться часа на 3-4. Примерно через 4 часа мы извлекли сосиски и сардельки из холодильника. Они немножко поменяли цвет, слегонца ферментировались и стали более красивые, такого красноватого цвета. То, что мы приготовим к обжарке, непосредственно перед обжаркой надо бланшировать кипятком. Просто залить кипяточком буквально на минуту, чтобы сосиски и сардельки не потеряли форму и красиво обжарились. Остальные же сардельки отправляем в морозилку на заморозку до лучших времён. В первую очередь, друзья, займёмся копчением горячим. У меня есть вот такая вот советская, ещё с советских времён, бабушкина коптильня. Ну, реально, на самом деле, папана. Мы её немножко усовершенствовали, просверлили здесь отверстие, для того, чтобы мерить температуру внутри. И, конечно же, коптить можно было прямо на мангале, но не хватит мне места, поэтому использую примус туристический. Отправляем сюда наши колбаски, которые мы приготовили для горячего копчения. И посмотрим, что из этого получится. Коптить будем, то есть разогреем её до температуры где-то 160-170 градусов. Как только она нагреется, я включу секундомер и коптить буду при температуре 160-170 градусов. Вот такое горячее копчение-запекание примерно 25 минут. Думаю, они успеют приготовиться. Далее займёмся мангалом. Кстати, мангал выдержал полевые испытания. Многие его критиковали, когда я делал обзор этого мангала. Уже два раза побывал на рыбалке. Так мы на нём хорошо пожарили. Ничего не повело. Реально ничего. И чем удобно, так же вот мангал от компании Шопан. И на этот мангал чудесно на нас двоих становится сковородка тоже от компании Шопан. И тут рядышком же можно поджарить шашлыки. Поэтому удачный набор. Многие писали, что очень тяжёлый мангал для туристического. Но мы же этот мангал не возим в рюкзаке. Для меня туристического мангала не существует. Туристическое для меня только маленькая туристическая горелочка, которая весит 15 грамм. А мангал я вожу на машине и использую для рыбалки. Кстати, лайфхак. Это головы от дистиллята. В качестве разжигателя я использую головы, которые собираю при дистилляции крепких алкогольных напитков. Поэтому не трачусь на разжигатель. Ждём угли. Угли готовы. Мангал за счёт своих толстых стенок очень хорошо держит жар. И мы сможем разместить здесь как сковородку, так и несколько шампуриков. Весь прикол в том, что эти сосиски, сардельки можно готовить совершенно любым способом. Можно готовить на сковороде. Можно готовить на шампурах. Можно готовить на обычной, привычной всем решётке на мангале. Ну, то есть, как кому заблагорассудится. Поэтому я сразу же показываю несколько способов. Ну, и использую свои любимые девайсы для пикников. Мы же образно на пикнике. И сосиски готовим, и сардельки для пикника. Поэтому, кстати, если вы не смотрели обзор сковородки и мангала, посмотрите у нас на канале в разделе обзоры оборудования. Очень толковые вещи. Очень их рекомендую. Ну что, можно отправлять наши красотуленьки на сковородочку. Ещё не полностью разогрелось. Ну, ничего страшного. Подкинем туда пару дровишек. Все гарниры. Если мы на пикнике, то, естественно, поджарим какие-нибудь овощи. Мы взяли картошку, сладкий перец, лук, баклажаны. Всего понемногу. Естественно, картошка сырая не приготовится, поэтому используем мундирку. Картошку в мундирах. Ой, как пахнет вкусно. Сейчас нам главное, чтобы всё получило красивую золотистую корочку. А потом уж будем равномерно обжаривать. Естественно, овощи сразу же присолили, посыпали какими-нибудь итальянскими травами. Ну, мы, чем мы, майораном, да, базиликом, посыпали их, присолили и немножко полили маслицем. Так всё перемешали. В общем, чтобы всё было красиво, друзья. И красиво всё у нас красиво. Правда, красиво? Я тоже так думаю. И последний штрешок на мангале. Опа, короткие шампура у меня. Это фиаско, брат. Ну ладно, придётся пожертвовать шампурами. Они реально короткие для этого мангала. Сейчас я сделаю небольшой лайфхак. Немножко раздуем. Кстати, если вы заказываете мангал или сковородку на канале ShopPan, и говорите, что вы пришли туда с канала Первоченко, Даниила Первоченко, вам подарят такую штуку. Мелочь, а приятно. Не забываем всё переворачивать хорошенько и перемешивать, чтобы у нас ничего не сгорело здесь. Конечно, на этой сковороде, в условиях пикника, особо она мне нравится на рыбалке. Мы на рыбалке просто кайф от этой сковородки получаем. Ну и в условиях пикника это тоже, конечно, штука полезная. Ну, речь-то сейчас не о сковородке, а о колбасках. О вкусных колбасках для жарки, для пикника почти всё готово всего-то времени. Сковородку можно накрыть крышечкой и снимать с огня. Пусть оно здесь дойдёт. А крышечка пусть не съезжает. Теперь дожарим наши колбаски. Вы посмотрите, какая красота получается. Можно их немножко ещё маселцем обработать, но это превентивная мера, совершенно не обязательно. Практически всё готово. Здесь у нас тоже, я думаю, всё готово. О, красота! Копчённые! Ну что, друзья, здесь я выключаю газ. Прошло 24 минуты, температура 120 градусов. То есть 25 минут при 120 градусах колбаски приготовятся. А эти ещё несколько минут подержу. Ну что, прикоснёмся... Ай! Прикоснёмся к горячему. Хотел сказать, прикоснёмся к волшебству, но прикоснулись к горячему. Копчёные колбаски. Так, второй раз я этой ошибки не совершу. Опа! И жареные на мангале. Ещё шампуры хитрые, с такой штукой, которую надо снять. Ага, колбаска прилипла к шампуру и слазить не хочет. Сейчас мы её сдвинем. Эту штуку прочь. А здесь у нас какая красота, посмотрите! Вы просто на это посмотрите. Это фантастика! Вообще, это наш с Ларисой семейный ужин на сегодня. Ну, естественно, друзья, колбаски. Как бы скрафтового пива. Вот ответьте мне на такой вопрос. Опа! Давайте будем дегустировать. Так, начну, наверное, с копчёнь. И понял, в чём мне Лариса из-за камеры машет. Оказывается, тарелка с фруктами. Закрывала тарелку с колбасками. Ну, вот они, колбаски. Как я сказал, начнём с копчёненькой. Божественно! Слушайте, на вкус это вообще нечто. Причём я сомневался по поводу муки. Совершенно она не лишняя. Такой вкус получился. Он про овощи. Говорить ничего не буду. С овощами, я думаю, каждый разберётся сам. Вообще, там можно жарить на этой сковородке с колбасками всё, что угодно. Если будете жарить сырую картошку, то вначале... Ну, можно соломкой нарезать, допустим. Вначале нарезали сырую картошку, обжарили её, а потом уже помещаем колбаски. Жареная на мангале. Какие же они сочные. Это просто нечто. Вот я даже не знаю, какая вкуснее жареная на мангале или копчёная. Наверное, на мангале всё-таки вкуснее. Всё-таки вот эти коптильни горячего копчения я, если честно, не очень долюбливаю. Я считаю, если коптить, то холодным копчением и долго. Потому что этот экспресс-процесс... Но она с ароматом. С ароматом дымка, с ароматом копчёненького. Но всё-таки на мангале мне побольше понравилось. Ну и колбаска на сковородке. Тоненькая. Тоненькие я люблю больше всего. Вы знаете, я бы ещё подваренного риса в эти колбаски добавлял бы. Но это тема для отдельного рецепта. Мы как-нибудь сделаем тайские колбаски для мангала. Это вообще отдельная штука. В Таиланде на улицах стоят такие маленькие мангальчики. Ну как маленькие, большие мангальчики, просто узенькие. И там жарится 100-500 колбасок. И эти колбаски стоят копейки. Они такие вкусные. Именно свинина с рисом. Солёненькие такие. Так, я отвлёкся опять. Ну, конечно, жареная на сковородке. Это number one. Это number one. Всё-таки вот это самое вкусное. Но на мангале, вы знаете, я всё-таки люблю вот такие вот более тоненькие. И вам рекомендую. Попробуйте, пальчики оближите. Они реально вкусные. Ну или такие на мангале. Коптильня. Это первое место, это жареное на сковородке. Второе место, жареное на мангале. Третье место в коптильне. Дорогие друзья, по вашим просьбам, с удовольствием вам представляем рецепт колбасок. Да ещё по ГОСТу 38-го года. Желаем вам крепкого здоровья с Ларисой. Лариса сзади тоже поднимает бокальчик с пиом. Одной рукой за камеру держится, другой за бокал с пиом. И котейка наша здесь тоже в ожидании вожделеет колбасок. Видно котейку в камеру? Да? Отлично. Поэтому желаем вам крепкого здоровья. Ходите на пикники, делайте колбаски по этому замечательному рецепту. Мы его для вас опробовали. Естественно, как обычно, мы с Ларисой будем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok